Родить ребенка Родить ребенка Кредитная история Банковские счета Договора Обязательства Партнеры-конкуренты Семейная история Вам все или... У меня все Только можно я прям у вас тут посмотрю? Это в мою малютку-то не везет Спасибо, Сума Я всматривалась в лицо этой женщины Инга никогда о ней не говорила Николай ее любил Мне показалось Что мы с ней похожи Глаза, вал лица Только волосы у нее были темнее и короче КОНЕЦ 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 Лебой интересует? А ты японский поэт? Нет, китайский. Я специализируюсь на Японии. Не знать Лебой нельзя. Он там, как наш Пушкин. Да? Ну, тогда давайте. Когда красавица здесь жила, Цветами был полон зал. Теперь красавицы больше нет. Это Лебой сказал. На ложе, покрытым шелком цветным, Одежда ее лежат. Три года лежат без хозяйки они. Но жив ее аромат. Аня, привет! Вау! Я тебя с трудом узнала. Просто супер-вамп какой-то. Идет меня? Офигительно. Ты что, тут с ночи развлекаешься? Нет, я пришла. В клуб с утра? Это моя работа. Стой на местечко. Я могла бы тебе посоветовать что-нибудь и получше. А ты здесь кем? С владельцем. Ну, мы здесь все переделаем. Сцена есть. И столб. Знаешь, мы не планируем стректиз. У нас будут танцы в африканском стиле. Это же мой любимый стиль. У тебя был друг? Молицейский начальник. А он мне больше не друг. Я вышла замуж. Поздравляю. За кого? Да за него же. Здорово. Слушай, как ты думаешь, а он может порекомендовать нам начальника охраны? Без проблем. Мало того, он, может быть, даже приведет вам какую-нибудь хорошенькую танцовщицу. По рукам. Ну, что мы задумали? Если женщина так кардинально меняет внешность, она что-то задумала. Я угадал? Ну, как всегда. Влюбилась? Ну, так чего звала? Вы не заметили, сколько вы сюда шли? Ну, минуту, может, две. Вот. Я хочу, чтобы вы ходили сюда обедать. И ваши сотрудники тоже. У нас своя столовка. Но у нас будет вкуснее и дешевле. Ну, может быть. И еще. У меня к вам просьба личного характера. Я не хочу, чтобы Инга знала, чем я занимаюсь. Да ей не до тебя. Она в круизе с Германом. Ну, это хорошо. Так, идем прямо. Не забывайте про попу. Так, быстро, 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 быстро. Развернулись. И пошли обратно. Так, так. Быстро, 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 быстро. Развернулись. И опять пошли. Ты спишь и видишь сны У теплого камина И в сердце у тебя Букетик розмарина Такой уют Располагает к лени На тени Чего-то ждут Пусть расскажет простыня Что осталось от меня Пусть расскажет простыня Что осталось от меня Она вложила в дело 100 тысяч своих денег и получила долю в бизнесе. Глеб сделал то, что обещал. На бизнес-ланч к нам стали приходить его коллеги. С каждым днём он мне нравился всё больше. И я ему тоже. Вообще, в последнее время мне удавалось всё, кроме одного. Я не могла придумать, как устроить встречу с Николаем. Вечер прошёл отлично, за исключением одной детали. Тот, ради которого всё затевалось, не явился. Хочу тебе представить моего Андрея. Очень приятно, Андрей. Анна. У нас для вас сюрприз. Я очень люблю сюрпризы. Но нам надо выйти на улицу, потому что он в машине. Хорошо. Здрасте. О, Валечка. Анечка, вообще-то. Конечно. Как хорошо, что мы встретились. Нужно исправить то недоразумение. Нам с Тони срочно пришлось уехать. Ладно, хватит. Деньги верни, аферист. Вот тут 800 и еще 200 будем вам должны. Отдадим чуть позже. Года через три. КОНЕЦ Я затащил сюда всех наших, они в восторге. Я вижу, а где же ваш босс? Николай? Да он не любит массовых мероприятий. КОНЕЦ Девушка, простите, ради бога. Вы в порядке? Что? Что с вами? Врача сюда быстро. Да не стой ты. Девушка, девушка, вы меня слышите? Простите, я вас не заметил. Так, чем я могу помочь? Пойдемте вот сюда. Осторожно, осторожно. Осторожно. Вот сюда. Осторожно. Так. Что? Да так. Как вы себя чувствуете? Нормально. А вы? Ничего. Вы мне напоминаете... Да щенок только останется. Осторожно. До свидания. Девушка, простите, вы сказали до свидания где? Что где? Ну, где оно должно состояться? Попрощаемся, друг. А будет ли встреча? Знает ветер, шуршащий, камышах, хонхэ. Может, все-таки врача? Все. Николай. Анна. Очень приятно. Николай Анатольевич, пора идти в офис. Нас партнеры ждут. Идем. Анатольевич, пора идти в офис. Возвращаем. Возвращаем. Уважаем. Да. Я верю. Возвращаем. Извините, а можно к вам обратиться? Да, конечно, девушка. А сколько вы за вечер зарабатываете? Ну, маткласс бывает иногда. Баксов 20. Ну, если дождика не будет. А если вам предложат столько же, каждый вечер в хорошую погоду? В подземном переходе, что ли? В клубе. А уж в клубе надо подумать. Ну что, соглашаемся? Девушка, девушка. А скажите, а что у вас за клуб? Хороший. А сколько по времени там работать нужно? Ну, часик. Часик? Ну, согласна. Но только с едой. Конечно. Ну, мы просто дали возможность выступить всем, кому есть что сыграть. Правда, мы думали, что это будет, ну, два-три часа в день. Ну, получается так, что музыка у нас звучит круглосуточно. И, кажется, от посетителей отбоя нет. Да. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. И музыка таких стилей, таких направлений звучит у вас? Ну, в принципе, она может быть у нас любая. Лишь бы это было самобытно, да? Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. В те дни все мои мысли занимало только то, что имело отношение к Верикину. Я постоянно думала о нем. Как мы с ним встретимся, что я ему скажу, и что он мне ответит. Ты где? Это вы, Глеб Константинович. Садитесь, вас сейчас обслужат. Ужинаю я обычно дома. С чем-чем, а с интуицией у Глеба было все в порядке. Рассказывай, что там у вас приключилось с Веригиным. Я видел, как он вокруг тебя крутился. Даже почему-то приседал. Ничего особенного. Я шла по улице, а он, когда из машины выходил, нечаянно задел меня дверцей. Вот и все. А то я спрашиваю, а он не отвечает. Меня это обрадовало. Я надеюсь, ты не специально на него наскочила? А то у нас всяко бывало. За чаем Глеб немного рассказал о Николае. Я узнала, что он до сих пор страдает по жене. Женщины у него, конечно, были. Только все какие-то жадные до денег. Что за поколение растет? Мне всю жизнь просто так давали. А у Николаши тогда же комплекс образовался. Угу. Я не верю, что она все это съест. Это ж кара, Бердиян. Она не ест. Она только пробует. А потом пишет ресторанные обзоры для афиши. А вдруг она напишет, что у нас невкусно. Это плохо. Что за грязь? Что за грязь? Я не знаю. Я не знаю. Чёрный тайминг. Субтитры создавал DimaTorzok В следующей афише вышел обширный репортаж о нашем клубе. Потом мне говорили, что Кара Веродиян ни о ком не отзывалась с таким безумным воодушевлением. В этом же номере был материал о семье Верегина. Николая называли самым завидным женихом Москвы, а Бенге написали, что она увлечена сейчас дайвингом и бесстрашно плавает в компании акул. Привет. Ну, в общем-то, я чувствую себя нормально. Просто ни с кем давно не говорила по душам. Поэтому говорю с дневником. А потом мы это всё посмотрим. С Николашей или с сыночком. Или все вместе посмотрим. Ну, в общем-то, я не чувствую себя одинокой, потому что ты у меня в животике. А Николаша в мыслях. И мне с вами хорошо. Ну и всё, пока. Что ты делаешь, птичка, на чёрной ветке, оглядываясь тревожно? Хочешь сказать, что рогатки метки? Но жизнь возможна. Потом я пыталась найти новую рифму на слово «любовь». Вот это было трудно. Кошмар какой-то. Ужас. Что вы говорите? Можешь длиться? Не знаю. Но меня тоже посвящают музыку. Порой. Ах, нет. Когда целятся из рогатки, я не теряюсь. Гораздо страшнее твои догадки. На них я и озираюсь. Нет, нет, нет. Это всё уже было. Нужны какие-нибудь новые рифмы. Ага. Диковь. Что такое диковь? Ну, нечто удивительное. Тогда это была бы диковина? Ну, так бы человек и сказал. Вот. Но увидев прекрасную незнакомку, он осёкся и получилась дикость. Я знаю. Тебя привлекает клетка. И даже не золотая. Лучше петь, сидя на ветке. Редко поют. Летая. 16 тысяч долларов. А получили 13. Это неплохо. Да, если учесть, что в прошлом месяце было не больше 12. Вчера твоя Клара делала стриптиз и брала деньги. Я с ней поговорю. Да, надо. А то официантки обижаются. Они же тоже почти голые, а им не платят. Ну, Кларочка ещё и попы вертит. А наши что, не могут? Вчера эта Джамма из Кенни так крутила, даже под нос упала. А ей не заплатили. Штраф ещё надо забирать, чтобы под нос не падал. Давай эту Клару увольняю. И она хорошая. Я ей предлагала, ладно, взяла свой стриптиз, только без денег. Она говорит, без денег стыдно, не буду. Ань, скажи ей, как подруга. Я вас слушаю. Да нет, ничего, просто машина хорошая. Видели бы вы изнутри. Загляньте. Зачем? Так ради любопытства, а то нам здесь скучно. А мне это больше нравится. Интересуемся автомобилями? Найди меня, мой милый друг, среди тысячи звёзд, среди тысячи глаз, найди меня. Мой милый друг, среди тысячи лиц, среди тысяч страниц, Найди меня. Найди меня. Чистая комната, стол накрыт на двоих, свет свечей, шампанское, лёд. Жаль. Жаль, но никто не придёт. Жаль, но ты не придёшь. Найди меня, мой милый друг, Среди тысяч миров, сквозь тысячи лет, Найди меня. Найди меня. Найди меня. Мой милый друг, Среди тысячи звёзд, Среди тысячи глаз, Найди меня. Найди меня. Найди меня. А я вас вот видел сейчас на экране. Вы же делали клипы для моей сестры. Замечательно получилось. Может, присадим за столик? Нет, как-нибудь потом. Ладно. Да, я совсем забыл, а как ваша нога? Спасибо, хорошо. Хорошо. Хотя нет! Что? Всё очень плохо. Теперь вы меня простите. Это был тест. Я проверяла одну свою теорию. Какую? Ну, мне кажется, что люди лучше реагируют на дурные навыки, чем на хорошие. Да уж, нас вот хлебом не корми, дай пожалеть несчастно. Вот порадоваться за другого, это... А здесь у вас уютно. Хорошо. А там что у вас? Там бар. Ну, расскажите мне что-нибудь хорошее. Я влюблена. Представляю. Вот брякнула. Почему же так мрачно? Почему мрачно? Вы сами говорили, что горе ближнего вызывает сочувствие, а счастье вызывает зависть. Вы же ещё не знаете, в кого? Что я несу? Молкни, идиотка. Знаете, я когда перемножил 365 на 70, получилось, что в среднем мы проживаем где-то 25 тысяч дней. И так уже много. Как у вас прошло сегодняшнее? У меня отлично. А у меня пролетело незаметно, как всегда. Хотите, я сделаю его таким, чтобы вы его запомните навсегда? Отхочу. Ну вот, я сделала всё, чего нельзя. Сейчас он скажет какую-нибудь пошлость, я отвечу, и на этом всё. Аня, можно тебя на секундочку? Господи! Хорошо, что ты меня оттуда увела. Что такое? Он к тебе приставал? Нет, это я к нему приставала. А кто он? Мужчина моей жизни. А зачем тогда убегать? А, это охота. Ты убегаешь, он догоняешь, да? Догоняет. Странная охота. Иногда не понимаю этих русских. Вообще. Сказала? Нет, она мне голову совсем заморочила. Тогда я сам. Ань, как ты думаешь, если в петянке буду топлить? Я им сказал без верх, Ань, пожалуйста. Тогда это будет замечательно. Только листья спальни, а под ними ничего. Ну, это холодно. Не холодно. Пусть быстрее ходят туда-сюда, туда-сюда. Опять же я думаю. Ну, не плачь. Хорошо, не плачь. Пусть быстрее ходит. Привет. Что там? Нет еще. Что там? Мои друзья решили пожениться? Бог помочь. Я боюсь, что не тот случай. Я выйду за него в том случае, если наденет мне обручальное кольцо в воздухе. Ну вот, я ей говорю. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну ладно, я пришла. Ну, наконец-то. А я сейчас там вот опять увидел вас на экране. Так он для того и сделан, чтобы вы меня там увидели. Нет, спасибо. Я все-таки не понимаю, когда вы шутите, а когда... А когда говорить серьезно. Я с вами не шучу. И говорите только правду? Да. Хорошо. В прошлый раз вы сказали, что влюблены их. Скажите правду. В кого? В кого, в кого? В вас. Да ладно. Мне кажется, теперь мы можем перейти на ты. Давай. Можешь исполнить одну мою просьбу? Какую? Чего ты хочешь? Просто погулять. Вдвоем. Только без этих. Это будет сложно, от них трудно оторваться. Жаль. Но попробовать можно. Давай устроим им учения. Идем, идем. Стоп, там водитель. Я его в джип пересажу. Тогда засветимся. А нам предложение? Пешком, пешком, пешком. Я уже забыл, когда последний раз пешком по городу ходил. Убежи вдвоем. Чтобы как старый лярной песней. Убежи вдвоем. Гулять за руку. А слабо он на метро. Что? Тихо, тихо, тихо. Садимся. Сто лет не ездил на троллейбусе. Троллейбус платный, ребятки. Покупайте билетики. Потом будем целоваться. Сейчас. А где здесь платить надо? Подожди. Убежи вдвоем. Спасибо. Я бы училась в мечтах лет на завтра. Убежи вдвоем. Чтоб не узнать, что с нами будет город. Завтра я и я убежи вдвоем. Я из своих волос свяжу шарф, если ты заперзнешь. Убежи вдвоем. Чтоб целоваться в тех местах, чтоб после не вспомнишь. Моё бедное сердце справлялось со всем, что я ему посылала. Я никто из бывших застоп не мог прихватить его. Не позволяла я. Но теперь все иначе не действуют заклинания. Что и делаю. Не могу одолеть желание. И ты так запросто ее купил? Зачем? Не хотелось ехать на такси. Это пижонство. Мягко говоря. Чтобы как в старой иной песне Убежать, да. Сеней пошире по шоссе. Смотри, твои. Убежать, да. Молодцы, вам хватило сорока минут. Ну что ж, неплохой результат. Да-да, езжайте за нами. Нет, обгонять не надо. Ну что, спасибо. Надеюсь, мы еще раз повторим этот побед. Конечно. Не поцелуемся. Только без этих. Ну что, до свидания. До свидания. Ну, я пойду. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok.